Автомобиль не средство передвижения, а роскошь. Российский авторынок показывает небывалый рост цен. За прошедший год средняя цена нового авто выросла на 20% с полутора до двух миллионов рублей. Официально причиной тому пандемия и дефицит комплектующих. Только вот покупатели в это слабо верят и считают, что ситуацией пользуются продавцы. Сейчас покупателям предлагают вставать в настоящую очередь за новым авто, при этом не гарантируя, что цена за время ожидания останется прежней. В теме разбирался мой коллега Сергей Григорьев, он в студии. Красноярцы тоже ощутили нестабильность рынка? Да, более чем, Ольга, и пишут об этом активно в соцсетях. Причин для удорожания авто, такого серьезного, несколько. Везде говорят, например, о мировом дефиците машин. Некоторые красноярцы столкнулись со следующей схемой. Выбираешь авто у дилера, продавец говорит тебе, что нужно ждать и вставать в очередь. Причем за время ожидания в очереди цена на авто вырастет еще больше. Вот что рассказала одна из красноярков. Если машина даже более-менее подходит к нашему бюджету, но ее нету, ее нужно заказывать, ее нужно ожидать. И цену никто не фиксирует. То есть, когда машина придет, она обязательно будет дороже. Они говорят, цена обязательно вырастет. То есть, мы не можем сказать, на какую сумму. Ну, конечно, речь не о 20 тысячах, это понятно. И такое происходит, как мы выяснили, не у одного дилера. Почти все, кто продает новые автомобили, ссылаются на дефицит. Так, в апреле прошлого года красноярец, который пожелал остаться анонимным, обратился в автосалон купить авто корейского производителя. Мужчина заранее выбрал модели, пришел с наличными к дилеру, но авто в минимальной комплектации, как он хотел, не оказалось. Предложили варианты дороже на 200 тысяч с доп. комплектацией. Но зато здесь и сейчас. А если хочешь дешевле, жди полгода, и тогда, возможно, машину привезут. Спустя полгода, то есть, там договор заключается как раз на полгода, приезжают МИМ на перезаключение. Ну, я ехал с надеждой уже на забрать автомобиль. Но они говорят, к сожалению, ваш автомобиль также еще за завод не сделал. И сейчас вам необходимо еще подождать пару месяцев до октября. То есть, при запросе на предоставление каких-либо подтверждающих документов, что автосалон оплатил или заказал мне автомобиль, я не увидел никакого ответа документально подтвержденного. Лишь на словах, что в очереди я состою там какой-то четвертый вроде. И уже в декабре, приехав в автосалон, когда цены поднялись на этот автомобиль достаточно сильно, чтобы мне не хватало денег, средств наличных, оплатить его сразу и забрать задаток. То есть, нет, ну, по-прежнему еще какие-то отговорки сказали, что автомобиль, к сожалению, не привезли. А удорожание его было, по-моему, с апреля по декабрь на 1250. Все заметили, что цены на машины стремительно растут последние два года. Столько же длится мировая эпидемия коронавируса. За минувший 2021 розничная цена на новые авто у дилеров выросла примерно на 35%. Это с учетом доп. оборудования. Мало того, что машины становятся дороже, их еще и просто не успевают выпускать. В марте 2021 года в Японии сгорел крупнейший завод полупроводников, изделия которого использовались почти у всех. Из-за этого, по подсчетам экспертов, с конвейера сошли на 10 миллионов авто меньше, чем ожидалось. Нынешняя ситуация на авторынке напоминает дефицитные советские времена и доходит до полного абсурда. В интернете уже можно найти объявление о продаже места в очереди за новым авто. Вместе с новыми растут и в цене, и поддержанные автомобили. Средняя цена БУ машины уже превысила миллион рублей, хотя всего год назад это были 700 тысяч рублей. Рост составляет 52%, сообщает автостат. Что будет, когда факторы удорожания отступят? Полупроводники вновь поступят в оборот, их будут производить. Ведь по логике тогда автомобили должны будут подешеветь. Но никакого понижения цен ждать не стоит, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кондаков. Понижения цены, я думаю, не будет. Если оно будет, то будет незначительным, потому что рекомендованные розничные цены, так называемые, которые вы все видите на сайтах автопроизводителей, они постепенно переписываются, эти прайс-листы, и постепенно идут вверх. Есть, кроме того, согласно нашим правилам торговли, максимальная цена перепродажи, выше которой дилер не имеет права продавать автомобиль в том виде, в котором он получает его от автопроизводителя. Но эту планку мы тоже давно перешли, благодаря тому, в кавычку, что дилеры нам навязывают дополнительное оборудование. Они, собственно говоря, его и навязывают, и какие-то дополнительные услуги, поскольку они не могут просто переписать ценник и сказать, что с сегодняшнего дня мы продаем машину на полмиллиона дороже, а с завтрашнего дня на миллион дороже, как это происходит практически в большинстве стран мира. Красноярские продавцы автомобилей и старых, и новых сегодня на разговор с нами комментировать ситуацию не стали. Сославшись на занятость, скорее всего, много клиентов. И, наконец, еще немного абсурда добавим. Теперь даже популярные среди россиян модели авто, серийные, среднего достатка, официально являются роскошью. Дело в том, что налог на роскошь предусмотрен на автомобиле стоимостью от 3 миллионов рублей. А с нынешним ценником это уже не Rolls-Royce или Bentley, а вполне себе рядовые Hyundai, Kia и Toyota. На этом у меня все. Ольга.